I have ways of blowing things off. Я понимаю, что приходится принимать решения довольно быстро, но, типа, не знаю. Вот, например, постоянно нажать на паузу, но это очень сильно сбивает повествование, поэтому не люблю это делать среди серий, мне проще вначале нажать на паузу, объяснить, что я хочу сказать и потом уже продолжить игру. Так вот, это одна из основных проблем этой игры, и, честно говоря, оно довольно сильно все портит, то, что такой быстрый таймер, он идет, 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 и тебе нужно одновременно и следить за домом, и следить за работой, и выполнять квесты и тут, и выполнять квесты там, и смотреть тут, и смотреть там. И не потому, что это сложно, ну, как бы, да, это сложно, окей, хорошо, из-за того, что ты просто пропускаешь очень много чего. Я вот пришел к выводу, что я просто пропустил квест с соседом, а квест, видимо, был очень интересным, потому что к нему и жена туда ходила, типа, я не знаю, сейчас это как баг, то, что жена продолжает к нему ходить в эту квартиру. Но я уверен, что там было что-то интересное, и еще многие вещи я попропускал именно из-за того, что таймер бежит, бежит, летит, летит, и ничего с этим не сделаешь. Ладно, также прошло буквально, сколько, вот, три дня между записями, я, к сожалению, у меня не было времени посмотреть насчет кода для жены Хенкера, я не подумал, ничего не решил, может быть, сегодня что-то наклюнется на протяжении серии. К сожалению, это я хочу сделать, мне хочется им помочь, я резко, негативно был настроен к Хенкеру вначале, даже пытался его два раза посадить. Вот, ну, кстати, странно то, что он находится под государственной защитой, хотя, вроде как, его жена диссидент. Но потом мы, вроде, договорились, что это, ну, там у них какие-то дела с Мюллером, и, вроде как, Мюллер, он, вроде как, должен быть, ну, против всего, но он зарев... Короче, тут такие внутренние мутки, ну его нафиг. Все, поехали дальше, попробуем, девицам тут не место, попробуем решить этот квест. Честно говоря, не особо горю желанием ей помогать, но давайте попробуем его выполнить. Как по мне, так она не права немножко. Добрый день, господин, подходите так, с тобой ничего не разговаривать. Мне нужно найти государственного служащего, который захочет со мной пообщаться на вот эту вот нескромную тему. Так, закончить? Это мне что, на своем этаже спрашивать все придется. Никто со мной разговаривать на четвертом этаже не хочет. Четвертый этаж, это уж... Блин, они уже собрались валить. Забыли у меня, как ваши дела? Ну-ка, давай. Ничего особенного, обычный рабочий день. Пожалуй, вы правы. Но расскажите, как же поживают ваши близкие? Так, ну-ка, мои близкие, вроде неплохо. Моя дочка Ким немного эксцентрична, но она замечательная. Прямо как моя младшенькая, всего два года, уже целыми предложениями говорит, далеко пойдет. Как удачно вы мне напомнили, я же хотел сходить ей за подарком после работы. А вы же с кем-нибудь подружились в министерстве? Мне всегда так любопытно, как коллеги живут. Да, некоторые со мной очень милые. Вы тоже хорошо ладите. Вы тоже хорошо ладите с коллегами? Ну, конечно. Здорово. Вот и поговорили. Мюллер, наверное, не сейчас. Ясно. Все пошли на обед. Я, наверное... Ну-ка, давайте я пока в камеру повтыкаю. Да, тут все уходят уже. Хотя он на этаже пониже. За ними же, наверное, можно пошпионить. Немножко. У них тут обед, кстати, разное время. Добрый день, господин Шварц. Надеюсь, у вас что-то важное. Так, с тобой не о чем говорить. Эээ... Все оружие начищено, Шварц. Мне праха. Заходите ко мне. Да. Потом заходите ко мне. Так. Ты у нас, дружище. Стой, стой, стой. Ну, это анимация. Просто три года. Так. Там люди возвращаются уже с обеда, да? Стойте. На первом этаже. С-13-55. У всех обед по-разному. Все ходят по-разному. Все, блин, молодцы. Телефон я потом подниму. Погодите. Да, да, да. Снять трубку. Кстати, оно без таймера. Так, а чем он не видит, ничего не можешь помочь. Отлично. Просто офигенно. Поехали наверх. А что это за бородатый... Погодите, а я так у вас знаю? Что? Мюллер возвращается обратно. Вот. Все на втором этаже возвращаются обратно. Давайте. Я их тоже всех опрошу. Здравствуй, господин. Погодите. На втором этаже это новенький вместо меня, который пришел? Ой, я с ним не говорил, да? Вот этот бородатый дядька. А, наснять трубку вы дали все-таки 71 час. Что? Ничего. Точно, я же отсюда перевелся. Сначала я отсюда выгнал деваху, потом я сюда перевелся. Потом вместо меня же должны были кого-то поставить. Приветствую. Я Шварц. Фрэнк Шварц. Ну, очень рад. Я... Харстен Кирстен... Харстен Кирстен... Блин, имена вашу, что у вас. Зингер. Ваш новый коллега. С ума сойти, кто бы мог подумать, что я снова буду кому-то представлять, как новичок. А что в этом такого? Мне до пенсии всего ничего. Не рассчитывал, что меня примут на новое место. Ну, это же чудесно, очень рад за вас. Мне нравится ваш стиль. Гавайская рубашка. А, спасибочки. Вы хорошо строились? Хотел справиться, как вы тут хорошо строились? Банана. Банана, блин. Спасибо за интерес, не жалуюсь. Только кое-что не хватает. Да, чего же? Министерству не помешало бы несколько горшков с красивыми цветами. Вы не находите? Ну, хуже от них уж явно не стало бы. Горшки с цветами. Ну, ты видите, деньги. Так. А, вот, во-первых, вам письмо. Да, письмо, знаю. Давай сюда, я смотрю, вы... Я смотрю, вы не торопитесь. Ну, да. Расскажи о себе. Есть хобби? Ваш собачье дело, Шварц. Просто, пожалуйста, поддержать беседу. Засунуть свои беседы, сами знаете куда. Что-то важное по работе? Нет. Да, я помню, что он грубиян. Он, типа, честный, но грубиян. Ладно, к черту его. С кем я тут не успел поговорить? Вот с ней, по-моему. Ну, она вряд ли мне чем-то поможет. Светская беседа. Просветил он, спроси-ка, поживаете? Не мямлите, Шварц, говорите быстрее. Что рассказать интересного? Влад, есть рассказать интересного. Да, у него ничего нового. Мы эту беседу с вами уже беседовали. Так, тут тоже ничего. Ну, получается, мне нужно звонить по телефону, чтобы... Во-первых, давайте ответим на этот звонок. Да, Лон. Шварц, зайдите ко мне в кабинет. В чем дело? Вопрос слишком деликатный, чтобы обсуждать его по телефону. Хорошо, тогда я зайду сейчас. Сейчас. А она, типа... Что ты от меня хочешь? Она же меня ждет? Ждет. Хорошо. Ну, жди меня. И я вернусь. Может быть. Наверное. Я, по-моему, с вот этим еще не поговорила. Ну, вот вы где. У меня для вас важное задание. Вы весьма эффективно собрали аудионосителя, поэтому я хотела бы поручить вам составление новой музыкальной реформы. Мне нужно писать текст реформы? А музыки? Я даже не знаю, с чего начать. Не переживайте. Конечно же, я дам вам подробные инструкции. А вам остается только оформить их в текст и у себя в кабинете. Ну, это хорошо. Какие будут инструкции? Что ж, достайте карандаш и слушайте. Итак, пункт 1.1 по 1.3. Охватывает максимально допустимое время прослушивания для трех музыкальных жанров. Максимальное время допустимое. Ну-ну, ну-ну. Обширные исследования показали, что разные стили по-разному влияют на здоровье населения, поэтому гражданам разрешается подвергаться их воздействию только в течение определенного периода времени. Да. Для панка максимальное время прослушивания ограничено 35 минутами, а для рока это 1 час и 15 минут. Поп разрешен до 3 часов 53 минут. Да, че, фуру? Пункт 2.1 по 2.5 регламентирует громкость, на которой разрешено слушать музыку разных направлений. Зомба-бай. Решающим фактором здесь стали лабораторные замеры максимальной громкости, при которой реципиенты еще были способны воспринимать официальные сообщения в общественном пространстве. Мне почему-то это все сейчас напомнило агитационные машины из первой части, которая просто стояла и орала под окнами. Как же я ненавидел этот момент. Поп можно проигрывать на громкость до 75 дБ, рок до 45 дБ и панк до 65 дБ. Нарушение карается принудительными работами сроком не менее трех месяцев. При превышении допустимого числа дБ на 30 следует назначить принудительные работы сроком не менее пяти месяцев. Максимально допустимый темп музыки регламентирован пунктами 3-1-3-2. Слишком быстрый темп негативно сказывается на кровяном давлении и работе сердца. Поп-музыку нужно слушать с темпом не более 132 ударов в минуту. С роком нам нужно быть строже, чтобы он не навредил здоровью. Максимально допустимое значение 124. А панк вреден уже начиная со 107 ударов в минуту. Пункт 4-1-4-2 регламентирует допустимое содержание текста в песне. В тексте песен, получившихся широкое распространение в любой форме, не должно быть подрывного, подстрекательного или революционного содержания. И да, под это правило нужно выделить два пункта. В пункте 5 регулирует название и дизайн упаковки. Ни названия, ни графический дизайн не должны содержать непристойных, нонконформистских или иных оскорбительных намеков. Особенное внимание следует уделить панк музыке. Поэтому орфографические ошибки, конечно же, не считаются смягчащим обстоятельством. Ну вот и все. Идите к себе в кабинет и пишите мне точный черновик музыкальной реформы. И еще шарц. Да? Никаких ошибок по невнимательности. Если мне сейчас придется писать все вручную, идите знаете куда? Еще и 67 часов. Ну, ехтель-мохтель. Вот это? Так. Что там было насчет максимального времени прослушивания пункта 1? Вы издеваетесь? Я это должен был запомнить все. 35 минут, рок-75, поп-200. Вот это, по-моему. Панк, рок, по-моему, вот это, да. Цель сохранить еще максимально допустимое время прослушивания 35. Для попса 3 часа 53 минуты. Так, дальше пункт 2 максимальной громкости. Панк 45, рок-60. Нет, рок... Погодите. Попсу типа можно слушать громче всего. Панк 65, рок-45. Что было там опаснее? По-моему, рок был опаснее всего, поэтому... Вот это. Только мне ошибиться. Только мне ошибиться. Пункт 3 там было про темп музыки. Рок-132. Нет, 132 был поп. Точно. Да, вот это. Средоточься, фрэнк, сосредоточься. Какие тексты недопустимы? Подрывного, подстрекательного и революционного. Нет, погодите. Нонконформистское там было слово. Значит, вот это или вот это. Непристойное, подстрекательного, конформистского. Подрывного, непристойного, подстрекательного. Вот это вот. Петь что угодно, кроме песен непристойного, подстрекательного и нонконформистского содержания. И остался в пятый пункт. Что там было? Название и дизайн аудиозаписей. Упаковок. Упаковок, да. Название, дизайн, упаковок. Назначение на грамматические нормы великого союзда. Так, вроде все отнесут к госпожи Грундих. А что это было по телефону все? Чернок музыкальной фривой реформы принести. Ну, она же свалила домой. Это получается завтра, да? Ну да, значит завтра. Попробуем сейчас сделать вот что. У нас 20-40. Мне домой надо, пока там это не разорвало все, к черту. Так, набрать номер Мюллер. Пи-пи-пи, понятно. Надо, скорее всего, в рабочее время звонить, мне кажется. Альтман. Хуберц. Да, сейчас никого на месте не будет. Черт с ними. 65-92. Ну, вроде есть немножечко времени. Но тут я же говорю, время очень быстро идет. Так, вот. У меня... Хватит лагать, пожалуйста. У меня были некие мысли, которыми я хотел с вами поделиться. Насчет, в принципе, третьей игры. Они что сделали? Они просто взяли и смешали первую и вторую игру. То есть, одновременно и дом содержать, и там квесты. И одновременно работать на работе, увольнять коллег, и подниматься выше по карьерной лестнице, как во второй части. Но все это смешали в такую кучу, что приходится делать все это делать. Бегать все это делать разом. Оно все... Что-то лепится, а что-то и не лепится. Блин, у меня денег, кстати, мало. Там первая камера продает. У меня есть... У меня, кстати, есть три газировки. Если что, готов подставлять. Да, хорош, пожалуйста, не делай так. Может, кстати, с этой бабулькой как-то... Этот ночью вообще уходит на улицу. Успокойся. Дэди. Операция прошла успешно. О, Алекс вернулся. А, круто. Он же снова ходит, и вообще... Хорошо, что он идет на поправку. Я тоже рад. Я только надеюсь, что теперь Алекс будет вести себя осторожнее. Эти военные учения в... Ишасные ночи по лесам с пионерами. Я ему говорила, что это опасно. Если бы ты знала, какой он крыс, а он и тебя тут обсирал, и меня тоже. Так. Давайте заботиться о доме. Интересно, могу ли я кого-то подселить сейчас. Так, 100 баксов, 100 баксов. Такое все по мелочи, на самом деле. Дом. Сдать. Никого. Жаль. Жаль. И тут, кстати, они полностью просрали фишку с... Очками. Ну, с... Ну, вы поняли. Синие, синие поинты. Я не сюда хотел. Ну, ладно. Так. У меня ни на кого ничего нету. Про этого я уже понасообщал кучу... Ее можно посадить... Ой! Слушает современную музыку, ее можно за это, кстати, посадить, если что. Я забыл. Дождь сбежала. Шантаж. Улики. Сбежала. Какая там была за это статья? Погодите. Так, горожан теперь разрешено двигаться. Эм... 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 Кстати... Эм... Эм... Эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх. Ни один гражданин не может требовать деньги от другого гражданина за нарушение закона. Это право принадлежит исключительно государству. Портативное устройство. Не буду я, наверное, шантажировать. Ну и нафиг. Так, чернорыночник ушел. Оружие запрещено. Шоколад, оружие, деньги, сахар, проявление, нерожденная жизнь священна для великого вождя, поэтому нельзя прерывать ни при каких обстоятельствах. Так, эээ, вот же ж директивы, которые, ну да, запрещают, мы это, мы это помним, мы это знаем. Хорошо, ладно. Эээ, пять утра. Нет, звонит сейчас некому. Ммм... О, мусор появился. Пойдем. Слушай, хотя... Эээ, в чем дело, что-то же... Нет, это у нас все было. Он не хочет со мной больше разговаривать. Ну, возможно, ему реально нечего сказать. Но это все упирается в тот пароль, который я нашел у Мюллера. Его надо решить. И я пока не знаю, как это сделать. Черновик музыкальной реформы, это надо пойти отдать на работу. Так. Что будешь делать? Кофе делает себе. Это до сих пор спит в 6.50. Что будешь по телефону говорить? А, ты чай пьешь. Пей, пей. Дети пошли. Готовит. Это я к тому, к чему это все говорил. Насчет, что они сделали просто из третьей части, смесь первой и второй. Это можно было сделать интереснее. Я об этом думал уже несколько раз. Можно было бы сделать из третьей части, ну, что-то новое. То есть, да, они сумели сделать разнообразный геймплей первой и второй игры. А третьей я ожидал. Ну, допустим, что мы будем переселенцем из неблагополучной страны, как наша, в какую-то другую страну. И где нам тяжело будет жить по честным законам, потому что мы привыкли всю жизнь жить фигово. Или же, наоборот, мы могли бы быть шпионом. Или в нашей стране, или в чужой стране. Можно было сделать столько всего интересного из третьей части. Но, к сожалению, ничего из этого не было реализовано. Блин, уже 10-20, пока я даю, там уже будет чертов обед. То, о чем я и говорил. Бесит. Ты ничего не успеваешь сделать. То есть, это или буквально каждые полминуты кликать на паузу, для того, чтобы подумать, поговорить, что надо сделать. Это тоже бесит. Вот. Ну, или сделать как-то... Причем нет никакого замедления времени. Хорошо, я понимаю, что тут есть промотка быстрее. Куда, блин, быстрее? Куда, блин, быстрее? Тут и так все бежит, кипит. На четвертый, да, на четвертый. На свой законопроект иди, блин. Оно пошло на обед. Оно просто все пошло на обед в 12 часов. Давайте послушаем, о чем на обеде разговаривают. Давайте, давайте, давайте. Мы ни разу этого не делали. Кто у нас чем занимается на обеде? У них тут прям лаунч такой. Они все с кофеечком. Деловые колбасы. Все, все. Сходил, попил кофеечек. В офисе это сделать нельзя, да? Надо выйти сюда. Ладно. Кстати, ни разу, по-моему, в столовку не заходил. На каком она? На втором, на третьем этаже. Ну, то есть половина рабочего дня просрана. Просто пока я выразил одну мысль, и пока я сюда доехал. Все. Сейчас, пока я с ним поговорю, сдам квест. Ну, добрый день. Так, у меня черновик. Держи. Покажите-ка, прошу. Посмотрим. Здесь, и здесь, и здесь. Это вы придумали? Вот это определенно не соответствует. Как? Что там не соответствует? Перепишите заново, на этот раз правильно. Этот черновик уничтожьте. Он годится только на растоп. Знаешь, куда можешь пойти? Я все правильно сделал. Ладно, может быть, не все. Ну, блин. А, погодите. Сейчас время идет, не идет. Где у нас там квесты? Поверите с Эрнстом Миллером. Получите доступ к серверу. Выясните... Нет, это мне не то. Девицам тут не место. Простая диктовка. Снять трубку. Этот опрос черновик. Мне нужно написать черновик музыкальной реформы для Эмвы Грюндих. Конечно, не АБК, а строк по указанию госпожи Грюндих. Сколько мне там осталось? А, по времени, кстати, по времени сняли. Два измельченных. Минутку. Так, этот квест у меня закончен как провальный или... В чем проблема? Написать черновик реформы. Награда 325 тысяч. Тогда погодите. Так, ну что ж. Я пошел и сделал все... Тупо переписав со своего же собственного геймплея. Так, стой, тварь. Иди сюда. Надеюсь, это еще работает. Приходите. Так, у меня черновик музыкальной реформы. По крайней мере, кстати, таймер с него сняли. Я не знаю, то ли это был баг, то ли что-то. Спасибо большое. Давайте, прошу. Тут выглядит неплохо. Это тоже. И это тоже хорошо. Я довольна. Вы хорошо потрудились. Я уверен, что теперь ничего не помешает великому вашествие осуществить музыкальную реформу. Я напишу рекомендацию для господина Хубертса. Такой человек, как вы, не помешал бы нашему делу. Продолжайте в том же духе. Скоро останемся седями. Но не забывайте, для этого у нас должна быть соответствующая репутация. Так, 50 тысяч репутации. Новая директива в нашей великой... Ладно. Заработать 50 тысяч репутации. Это единственная причина, по которой я не скипнул это задание. Я не знаю, мог я его скипнуть вообще или нет. Просто за него давали 5 тысяч репутации. Если что. Это прям солидно. Пишет, пишет. Оперу. Я в замешательстве насчет Харшберг... Насчет Юлии вот этой вот... Которая Харшберг... А че ты ждешь? Че ты стоишь? Ночь на улице, чувак. Вали домой. Ну, еще не ночь, но скоро. То есть, получается, мне еще где-то 11 штук синих денег надо взять. Так вот, они полностью здесь нивелированы. Они здесь нужны исключительно как продвижение по службе. В первой части очки вот этого вот авторитета, они у нас влияли на какие-то подкупы, на какие-то действия, решения. Шанталь Зибальт. Я забыл, кто это. Шанталь, это же явно женское имя. Мириан, так, это не ты, это не ты. А, я... Погодите. Я же ее выгнал. А, нет, вот она. Второй этаж завтра отдам. Все, поехали. Куда ты пошел? 50 тысяч. Тогда стойте. Сколько мне дадут... Черт, зовут? Спасибо, блин. Невыполненные шаги, по-моему, еще так... Ну... Э! Что за лагерь? Мне за это даже экспонируют. Просто денег... 160. Оно мне... Куда оно делать? А, а, я на него кликнул, а оно стало невидимым. Ох ты, как это опасно, кстати. Значит, реформой было то же самое. Я просто кликнул, и оно стало невидимым. А я мог его полностью проиграть. Блин, мне бы... С этой бабулькой поговорить. Ну, я прихожу домой только ночью. Я молодец, блин. Так. Куда мотать он? С тобой говорить не о чем. У меня мало денег. У меня... У меня мало всего. Так, хотел бы купить... Раз-два, раз-два-три. А! Этих больше. Все, я понял. На будущем немножко. Упера, в фига себе тачки ездят. Тут у нас ничего нового нету. Граница открыта. Ага. Граница, блин, открыта. Да. Что-то тут кто-то не выкидывает. Чтобы, чтобы. Так, выясни, где... Кстати, а за этот квест у нас что дают? Тоже деньги и... Вот, зайти на сервер, видите? Зайти на сервер. Давайте еще раз посмотрим. Я никогда не запомнил, где что находится. Бумажка из ящика Эрнста Мюллера. А я дурак, да? Да. Погодите. Я смеюсь. Просто, наверное, вы там себе фейспапом просто лицо пропилили. Я смотрю то, что написано на бумажке. А нужно смотреть то, что написано... На чертова из описаний. Ай, какой блять Зачем? Игра, зачем ты так делаешь? Зачем? Офигеть Я вторую серию так бегаю, да? Найти нового жильца, да на здоровье Ай, где у нас там? Иди сюда Жильцы сдать В смысле никто не хочет У нас спасение Идите нафиг Снять трубку Погодите, я потом сниму трубку Где у нас? На втором этаже? На третьем? На третьем Короче, смотрите Чем прикол? Где эта чертова сумка? На бумажке написан Пароль из букв и цифр И я его расшифровывал Пытался подставлять по буквам алфавита Как это все может быть? А тут просто в описании Тут чертов пароль Как так-то? Поехали Уберите А почему назад-назад? А, и гинеколога тут можно Хорошо, давай Альберт без подозрения Без подозрения Тоже нет Возможно, причастен к абортам Доказательства отсутствуют Блин, я думал, что поговорить С кем-то может, значит, гинеколога Так, кажется, просто в базе данных Покопаться Помощь Ага Ну, уберите желаемое действие Почему два раза назад? Должная защита Мюллер Введите пароль Так 7 6 2 8 Шпуль 8 1 Пароль Конечно Доступ к акту о заключении Керстен Хенкер Предуставлен Хенкер Керстен родилась 13 декабря 50-го года В городе Велваш Арестован 7 июля 86 На время заключения В городе Велваш Июля 86 По сентябре 86 Перевод Что происходит? У меня что-то телефон бесится Перевод в исправительный лагерь Тихий берег Сентября 86 До последующих указаний Так Тихий берег Запросить информацию о Тихом береге Параметры лагеря Для интернированных Ого Тихий берег Легкий лагерь для Легкий лагерь для интернированных Акцент на приеме художников И других диссидентов Творческой профессии Не допускать преступников С высоким потенциалом насилия Простые случаи Преступник, который могут Предать гласности Условия заключения После освобождения Упрощенные меры безопасности Недоукомплектован Про седых дубах Седых дубах Дубах Параметры лагеря Для интернированных Седые дубы Снять трубку Поговорить с фольфом Помочь Так Выполнены шаги Помощью Юлия забеременела Ну то есть я же Я узнал получается Все что мне нужно Да На этом этаже Да, я на третьем этаже Работаю Тьфу ты Уже 9.20 Фига себе Я в интернете Просидел до утра Да, алло Я могу Грундиху аппарата Мне нужно вам Кое-что сообщить Ой, что же Мы ожидаем Прибытия иностранца Из Федерации Штатов И хотели бы Чтобы он поселился У вас Иностранца Из Федерации Штатов В нашем доме Да, представьте Что вы владелец Гостиницы Ну я всегда думал Разве Федерация Нам не враг Шагайте в ногу Со временем Фрэнк Или время уйдет без вас Оу Если у вас Не окажется Незанятая квартира Позаботьтесь О том Чтобы она появилась О, понятно Этот человек Настолько важен Что за глупый вопрос Стало бы Иначе звонить И просить вас Разместить его у себя Его зовут Лукас Шмольке За работу Он вероятно Уже ждет Лукас Шмольке Ясно Еще Шварц Приветствуйте его Вежливо и с улыбкой Мы со Стивеном На вас рассчитываем Пока И сразу же И сразу же Новый счет Такой Опа На, держи, чувачок Да, чтоб тебя Жильцы Сдать На У меня мало денег Так А, у меня 44 тысячи Это я получил 5 штук За что я получил 5 штук Извините Ну хорошо Мне еще Нужно 6 штук Для Стоять Несместное Здравствуйте Господин Краузович К чему такая суровость Вот вы и вляпались Господин Шварц Какая радость Я? Ну я же ничего не сделал Серьезно Так Влипли А что такое Розыгрыш О чем вы? О запрещенном устройстве У вас в кабинете Меня кто-то Подставил Что еще за устройство Ничего Об этом не знаю А конечно Все с вами я Господин Шварц Я все понимаю Вы считаете Что проигрывать Или это здорово Вы не понимаете Зачем их запрещали Вашей дочурке Давно хотелось Такой Поэтому цены На черном рынке Задирают до небес Какой же проигрыватель Откуда вы знаете Какие цены На черном рынке Я Это к делу Не относится И все таки Я никак не пойму Причем тут я Что-то вы совсем Под дурачка Костели Вы правда не в курсе Я понятия не имею О чем вы Можете объяснить По-человечески Проигрывать Это небольшое Портативное устройство Которое может Воспроизводить Кассеты Таким Можно слушать музыку Где угодно Даже в метро Техническая станция Но такая же Недопустимая Как ваш вкус В калстуках Понял Но у меня нет проигрывателя Музыку-то не слушал И даже если бы У меня была такая штука Я не настолько глуп Что подержать ее В кабинете Это вы так говорите Говорю вам Беда в том Что служба безопасности Получила наводку И обыскала ваш кабинет Обнаружила выше У комменты проигрыватель Так что у вас Теперь проблемы А мой день стал Намного Немного Краше Что это Абсурд Кто-то явно Подбросил мне эту штуку Меня пытаются Подставить Опять Опять Что же мне теперь делать Если жена узнает Ох не повезло Шварц Даже Грюндих Не поможет А она ведь После музыкальной реформы У вас из рук ест Грюндих А это вариант Спасибо за совет Я не собирался Вам помогать Вы влипли Шварц Но кто мог это сделать Кому я столько мешаю Всем кто имел несчастье С вами познакомиться Мне вот Вы регулярно Действуете на нервы Но вы как-то пробились Сюда и уже Дважды получили повышение За такое короткое время Каждый раз Кого-то вышвырили Чтобы освободить Для вас место Коллеги наверняка Опасаются Что на очереди Они Решили это предотвратить Теперь вам крышка Это мы посмотрим Господин Краузер Посмотрим И Шварц Да Ваш счет За Вот счет За вашу провинность Ничего личного Официальное уведомление Честно Чудес сегодня день Не находите Сколько 30 тысяч Вы там упали Совсем что ли Так Во-первых Письмо Про которое Я чуть не забыл Иди сюда Вон Вам письмо Этих Металлические Элементы Сложат Очень долго Так Пойдите Ладно Отдали письмо Черт с ним А Соточку Мне за деньги Дали Да 30 тысяч Да Иди ты Нафиг Я не с тобой Собирался Разговаривать Сейчас Очень удобно Зайдите позже Ко мне в кабинет Так вы тут Трендите Стоите Так Помощь Юли Погодите Заработать Поговорить с Вольфом Че ты тут стоишь Добрый вечер Добрый вечер Извините Мне нужно бежать Куда тебе нужно бежать Катиться тебе надо Да 13.05 Заходите в кабинет Поговорим Музыкальная Музыкальная шкатулка Ты блин наша Где мне еще 27 тысяч взять У меня проблемы Я могу обратиться к вам С небольшой просьбой Конечно В чем дело Шварц В отсутствии В моем кабинете Прошел обыск При котором был найден Запрещенный предмет Шварц Зачем вы так Это неразумно Такие вещи Не оставляют в кабинете Уходя домой Дело в том Что эта вещь не моя Кто-то мне подбросил Подбросили Вы уверены Да Во всяком случае Вещь точно не моя А о чем собственно речь Это так называемый Портативный проигрыватель Устройство для Проигрывания музыки И теперь я должен Заплатить огромный штраф У меня нет таких денег А если я его не заплачу Я потеряю работу Хуже того Меня посадят Понимаю И что я по вашему Должна сделать Я надеюсь Если вы сможете мне помочь Мы с вами Так хорошо сработались При подготовке К музыкальной реформе Послушайте Шварц Я вас ценю Стивен тоже Но Служба безопасности Нашла в вашем кабинете Проигрыватель Значит дело уже заведено Штраф выписан Неуведомление отправлено Этот процесс уже не обратить Радуйтесь Что обошлось одним штрафом Любого обычного человека Уже давно бы отправили Шахты За владение этой штукой Этим проигрывателем Это не мой Проигрыватель И штраф слишком большой Прошу Уж сразу Проще Уж сразу В тюрьму Что за мир В котором Невинных сотрудников Министерство Наказывают За то что им Подбрасывают злые люди Следите за выражениями Шварц Вас могут не так понять Говорить что Проигрыватель Не ваш Я вам верю Но это Недостаточно Выясните Кто подложил вам Эту штуку Зайти мне имя Подозреваемый Тогда я поговорю Со Стивеном Возможно он еще Сможет все исправить Так господин Шварц Значит проигрывателя У вас найдется Для меня минутка Ой не надо мне тут Я так и знал Ну что ж Уже скребете По сусекам Ааа Погоди Вы Да что я вам сделал Вы знаете Какой штраф Назначают За владение Проигрывателя Я не понимаю На что вы намекаете Шварц Надо было подумать Что за владение Иностранным Малым Нательным устройством В воспроизведении Звукозаписи Грозит штраф Прежде чем Прятать подобное устройство В ящике Своего рабочего стола Гражданам Которые не подчиняют Законам Ни места В министерстве Вы же знаете Что я не виновен Это вы Подсунули мне Проигрыватель Откуда вы вообще Знаете Что устройство Нашли именно В ящике Ах ты Спалился Тварь Точно Это я Шварц Не стоит выдвигать Подобное обвинение В присутствии коллег Если у вас Нет веских доказательств А то я донесу На вас еще Из-за Злонамеренную клевету Еще и Еще и Не переводите Тему Шварц Должно быть Хуберц Очень разочарован Тем что его Носходящий Взболк Низкопало Ну вы Ну хватит Об этом Уходите Это он Добрый день Спайни Шварц Подходите Мне надо было Поехать домой Поговорить с иностранцем В смысле Я же Его же Ладно Тварь Так Тут нам делать Больше нечего Поехали домой Поехали домой Вали Я тебе Если у меня будет возможность Я с тобой что-нибудь сделаю Ладно Доказательства Немного Найти подозревания Так вот же Что вам не то Ладно Это же явно Это же явно По крайней мере На этом квесте Не стоит таймера Если что Что уже неплохо Так Так То где Мне надо мусор выкинуть Прикинь Тут международная политика Надо мусор выкинуть Вот чем я занимаюсь Иначе в тюрьму Ладно На 100 баксов Мне же за это еще платят Нет До черта в телефон Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ага, вот он, Лукас Шмольки Он там пошел что-то на кухню делать Давайте попробуем Немножко у него порыться Я же надеюсь, я замечу, когда Он будет Возвращаться И успею катапультироваться Альбом группы Искажения Разума, кстати Но его сейчас обворовывать Вообще неразумно, потому что Если что-то У него прям много Этой музыки Он идет сюда Все, валим Две комнаты обыскали Ладно, по крайней мере отмычки на это не тратится Потом надо будет этой Юлии помочь О, приветливое лицо Вы явно местный Который знает, что тут где Вот как? Я Шварц, управляющий этим домом Я так и знал Лукас Шмольки Рад знакомству Я работаю с группой Искажения Разума Которая сейчас гастролирует по вашей стране Вы, наверное, слышали о нас Понятно, откуда у тебя альбомы Хорошо Искажение Разума А, конечно, классная группа О, отлично Значит, маркетинговая компания работает Ребят довольно новомодные Но современная молодежь Современная молодежь Такое нравится Определенно Так вы сказали, что вам нужна помощь местного? Верно Вы наверняка знаете, где здесь что продается А что конкретно вам нужно? У меня еще подарок для дочери Какой-нибудь местный сувенир Пусть даже он будет немного странный Я понимаю, что с инфраструктурой у вас все сложно Дагмар все так радуется подарками за границей Всегда Особенно из таких стран, как ваши Куда редко попадаешь Может, книгу или газету? Нет, книжки ей не нужны Лучше что-нибудь, что отражает местный колорит Бюст великого вождя Что-то вроде того Или это ваша имитация ореховой пасты без орехов А, ну, рядом с домом есть ларек Ларек? Замечательно Там я точно найду пара оригинальных вещиц Спасибо, господин Шварц Вы мне очень помогли Не за что Как ваши дела? У вас в квартире все в порядке? Вас все устраивает? Да, конечно Мне не хватает только кофе Как в федерации С этим я, к сожалению, помочь не могу Что-нибудь еще? Жилье соответствует вашим запросам В нем есть кровать, кухня и даже пожарная сигнализация Чего еще желать? Пожарная сигнализация Это наши камеры, если что Я тут просто в командировке Уж по своей воле я бы в такое место не переехал Не принимать на свой счет, коллега Ничего, я не обижаюсь Но с Жилиным все в порядке Я всем доволен Хорошо Где у нас живет Секундочку В третьей квартире ты у нас живешь А, то есть тут Тут ты и живешь Будь дома, чтобы я за тобой не бегал Оп Тоже поделаю Здравствуйте, господин Шварц Насчет вашей проблемы Вам удалось найти адреса Подходящих врачей? Я нашел врача У вас в данных министерстве есть врач Который отмечен как подозреваемый в проведении абортов Его зовут Ян Йозеф Вильямс Но будьте осторожны Он может быть под наблюдением О, это большое вам спасибо Вы были в таком отчаянии Надеюсь, вы действительно хорошо все обдумали Да, я уверен Спасибо, господин Шварц Убийца Так Хенкер у нас в четвертый Да Иди сюда, чувак Так, дружище Господин Шварц, да Насчет вашей жены У меня новость Лучше сядьте Это касается вашей жены Не буду я садиться Выкладывай давай Мне удалось собрать информацию о двух лагерях Тихий берег и Седые дубы Блин, почему-то про лагеря и всякое такое Мне вспоминается санаторий Нива Если вы помните, что это и откуда это Я вас поздравляю Седые дубы Тюрьма строгого режима для опасных преступников Но ваша жена жива И она в Седых дубах И она не в Седых дубах, а в Тихом береге Тихий берег предназначен для менее тяжелых случаев Для диссидентов, таких как ваша жена Ах, бедная Герстин И это все? Я же вам только что рассказывал, где держат вашу жену А, как мне еще реагировать? Правительство должно пролить кровь за все, что они со мной сделали Так что расскажи мне подробнее про Седые дубы Это... это Седые дубы Седые дубы обитель для худших из худших Террористов, убийц, изменников А меры безопасности? Строгие, но людей не хватает Силы и министерства рассредоточены из-за сопротивления Спасибо, идеально Отличная работа, Шварц А про лагерь Тихий берега ничего не хотите спросить? Мне надо идти Я вернусь, когда буду знать больше А, чувак, ты немножко неадекват или где? Я как раз говорил, что у нас с тобой наладилось все Ладно, эти два квеста мы скинули Что, сидите, крысы? Сидите, сидите Шварц у аппараталу Шварц это Мюллер В вашем доме появился новый же лес Да, господин Шмоки Или как-то так Как бы его ни звали, я ему не доверяю Почему же? Подробности сообщить не могу, но о нем уходят интересные слухи А, обжегшись на молоке На молоке? Вот же ты угадум Этот тип внушает подозрения, Шварц А-а Что с ним не так? Потрогитесь узнать этого человека поближе В конце концов, это твоя работа Как управляющая информатором министерства Хорошо, я с ним поговорю Отлично Как соберешь достаточной информации, ставь на него профиль Профиль? Ясно? Спасибо, Шварц Долго Должен сказать, что в качестве разжалованного в завхоз Ты бываешь довольно полезен Спасибо Как ты понял, что нужно сделать? Так ты понял, что нужно сделать? Да Так точно Познакомься с моим жильцом, собрать на нем информацию Хорошо Ну ладно, я на тебя рассчитываю И на то, что мои подозрения подтвердятся Подозрения? Какие у вас насчет него подозрения? Что он не из наших И что это больше, чем деловая поездка А теперь приступай, наконец, к работе Поговорить с... Так я ж только что же с ним же Чем тут занимаешься? А куда ты на... А, я понял, куда ты на ночь пошла Ха 23.05 Чувак, ты что-то делать будешь? Нет, может спать ложиться там Ладно, он как раз и идет спать Пошел храпу давать Так, этот, наверное, сейчас пойдет какую-то диверсию совершать Завершать, уж не знаю У меня ни одного... Ни одного задания с таймером Что меня сейчас, несомненно, радует Кстати, знаете, чем? Так Чиновники А, мне тут на камеру на работу переключ... Могу Только оно все лагает Спасибо, игра Ладно Значит, оказаться вы не виновен С найти подозреваемого По крайней мере Это... Теперь не на таймере Поговорите с Лукасом Шмольки Последствия ошибки Конец игры Последствия ошибки Конец игры Последствия ошибки Неизвестны Выполнишь и гид, да? Так, 6000 еще собрать На этом, в принципе, терпим Тут 320, тут 320 Не так много Но, в принципе, пойдет Тогда Мы сейчас сохраняемся На следующий день пойдем И с этим... С утра со Шмольки поговорим Возможно, если он свалит из дома Обыщем его дом И надо будет пойти поговорить на работе В принципе, у нас есть еще подозреваемый Я не знаю, почему мы его не можем предъявить Как подозреваемого Потому что там чувак практически сознался Что он нас подставил Кое-кого кусок Ладно, тогда пока что на этом Игру заканчиваем Спасибо, что... Игру, серию Спасибо, что были с нами Всем удачи Добра-бобра Всем ладушек Всем покеда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok